МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Велосипедисты отдельно, пешеходы отдельно. В Чебоксарах начали прокладывать новую велосипедную трассу. Что посеешь? Специалисты Россельхознадзора проверяют качество саженцев, которые продают на сельхозярмарках. Новая смена. В Чувашии начался отбор проектов на молодежный форум Иволга. Сегодня в Государственной Думе России состоялись Дни Чувашии. Специально к этому событию в стенах Госдумы сформировали выставочную экспозицию, рассказывающую о социально-экономическом потенциале Республики. Подробности в репортаже наших коллег из Москвы. Официальная программа Дни Чувашии в Госдуме началась со встречи первого заместителя председателя Александра Жукова с главой Республики Михаилом Игнатьевым. Чуть позже на презентации Александр Жуков отметил. Я думаю, что это очень динамично развивающийся экономический регион с высоко развитой промышленностью, сельским хозяйством. В последнее время много инвестиций привлекается. В Чувашии развиваются такие высокотехнологичные отрасли, как электротехника. Мы знаем, что в Чувашии один из крупнейших, если не крупнейший в Европе, завод по производству солнечных батарей. И это тоже очень важно, что промышленность развивается, несмотря на кризисные явления в нашей стране. На выставке были представлены инновационные проекты, перспективные разработки, социальные достижения. Одновременно гости, а их собралось немало, смогли получить представление о Чувашских традициях, культуре и искусстве. На заседании в Малом Зале шел предметный разговор о дальнейшем сотрудничестве между Госдумой и Республикой. Мы о вас знали раньше, конечно, но вот даже эти минуты, которые мы сегодня провели, общаясь, кстати, здесь очень много друзей я встретил на площадке, которые приехали из разных концов нашей великой страны, и все называли себя как раз друзьями Чуваши, в том числе и наши коллеги, которые в предыдущих созывах работали. И я еще раз говорю, спасибо, что вы устроили этот праздник, спасибо вашей команде, всем, кто и трудами кого это стало возможно. На территории Чувашии ограничено посещение лесов. Такое решение приняли сегодня на заседании Кабинета министров. Кроме того, правительство республики утвердило отчет об исполнении республиканского бюджета и перечень госпрограмм, которые будут финансироваться из местной казны. Консолидированный бюджет за первый квартал 2015 года исполнен по доходам в сумме 10 миллиардов рублей. По собственным доходам, налоговым и неналоговым поступлениям, республиканский бюджет исполнен на 8 миллиардов. Как сообщила исполняющая обязанности министра финансов Фрида Муратова, в первом квартале этого года зафиксировано снижение поступлений налога на прибыль организаций. Общая сумма поступлений собственных доходов повлияет на спад поступлений на налоговый доход фитлиц на 8,3%. Налоговый доход фитлиц поступает в объем 70% в республиканский бюджет и 30% в местные бюджеты. Поступление налогов на прибыль составом 1,533 миллиона рублей, ниже уровня прошлого года, первых кварталом 12,5%. Поступление акцизов идет с ростом к уровню прошлого года в целом на 13,3%. По данным Минфина, поступление налога на доходы физических лиц снизилось почти на 5%. Меньше всего их собирают в Шумерлинском, Морпосадском районах и в Чебоксарах. Сейчас совместно с налоговой службой созданы комиссии, которые напрямую работают с работодателями, которые сократили выплаты. Отдача от работы таких комиссий есть. Налогоплательщики, то есть налог агенты перечисляют. НДФЛ, но практика работы показывает, что все-таки идет сокрытие, выплеченные зарплаты, неполное перечисление НДФЛ. Работу в этом направлении нужно будет усилить. Мне кажется, здесь с муниципалитетами, с налогами надо во втором квартале здесь работу сосредоточить более точечно, так как у нас отстают из земельных наук, я так понимаю, организация все-таки платит его с отставания. И по НДФЛ пробелы есть. При инфляции почти 12% за прошлый год мы имеем не рост НДФЛ, а снижение. Это говорит о том, что реально сократилась зарплата, или, как вы сказали, идет сокрытие до невыплата на численный НДФЛ. По завершении отопительного сезона предприятия ЖКХ начинают сразу же готовиться к новой зиме. Минстрой Чуваший подготовил перечень мероприятий по подготовке объектов к холодному времени года. Предприятиям ЖКХ и ТЭК также необходимо в полном объеме провести запланированные работы, то есть осуществить замену или капитально отремонтировать 54 изношенных котла, заменить около 15 километров ветхих тепловых сетей, более 13 километров ветхих водопроводных сетей и осуществить гидропанимонатическую промывку и опрессовку на квартирных жилых домах, централизованной системой отопления. Все подготовительные работы необходимо провести до 15 сентября, а до 1 октября создать запасы топлива, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение теплом и электричеством жителей Чувашии. На все работы необходимо почти 2,5 миллиарда рублей. У меня не возникает сомнений в плане технической подготовки, но в плане погашения задолженности здесь нужно, конечно же, работу активизировать. За тепло вроде долги остались на том же уровне, а за газ возросли почти на 50%. То есть, по идее, получается, и организации, и население за тепло платят, в общем, ну, по крайней мере, не нарастили задолженность значительно. Значит, расчеты идут в жилищно-коммунальном хозяйстве со сбоями, так получается? Есть проблема, да. Там, где напрямые платежи перешли, как бы нет таких особых проблем. Там тенденция к уменьшению, она идет. У нас остаются те муниципалитеты, где работают напрямую. Это АЛЛАТР, КТИС, ШУМЕРЛЕ, МОК Теплоэнерго, значит, КАНАШ, который мы сегодня будем с вами обсуждать. И коммунальные технологии, конечно. На заседании члены правительства также утвердили порядок предоставления возможности временного проживания в интернатах детям-сиротам старше 18 лет на бесплатной основе. В республике два детских дома, где функционируют службы постинтернатной адаптации выпускников, созданные условия для временного проживания, приближенные к семейным. Татьяна Молокова, Расиль Мухаммедов, Республика. Весна, пожалуй, самое подходящее время отправиться на сельскохозяйственные ярмарки за саженцами плодовых растений и не только. Выбор там всегда велик. Наряду с хорошо известными сортами продавцы часто предлагают и новые. Как не купить кота в мешке и выбрать то, что действительно вырастет и даст хорошие плоды? Смотрите в нашем следующем репортаже. Для того, чтобы в нашем регионе вырастали только действительно хорошие деревья, саженцы, продаваемые на рынках, должны соответствовать всем требованиям законодательства. В Чувашии ежегодно проводятся рейды и другие контрольно-надзорные мероприятия на рынках в период торговли ростками. Основное нарушение – отсутствие документов, подтверждающих сортовые и посадочные качества саженцев плодово-ягодных культур. Специалистами управления Росфельхознадзора по Чувашской Республике при проведении контрольно-надзорных мероприятий ежегодно выявляются следующие нарушения. Это реализация саженцев плодово-ягодных культур, луковичных культур, без документов, удостоверяющихся сортовые и пассивные посадочные качества, без фитосанитарных документов и непредоставления информации о прибытии под карантинной продукции управления Росфельхознадзора по Чувашской Республике. А также нарушаются требования ГОСТа, маркировки, пригребляются к саженцам этикетки. В данных этикетках нет полных сведений. Там должно быть о наименовании и адрес организации отправителя, а также адрес и наименование получателя, наименование культуры, наименование сорта, категории посадочного материала. Также должны быть сколько штук, количество пучки, а также обозначение стандарта. Покупая саженцы без подобного рода документов, можно попросту ошибиться и приобрести совершенно другое растение. Но это еще не самое страшное. Саженцы, несоответствующие ГОСТу, могут заразить землю опасными болезнями и вредителями. Дабы избежать подобных казусов, специалисты советуют не покупать саженцы на рынке и вдоль дорог без документов, удостоверяющих их сортовые и пассивные качества, а также без документов о карантинном фитосанитарном состоянии. А что касается распространителей таких ростков, то при нарушении требований законодательства им грозит штраф. Юлия Важенина, Евгений Анисимов, Республика. Комфортный город для любителей покататься с ветерком. Чебоксарские велосипедисты совсем скоро смогут испытать современную трассу, которую уже начали прокладывать на столичных улицах. Как воплощают данный проект в жизнь, сегодня показали журналистам. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Там, где раньше была только разметка, появятся бордюры. Дорожки станут шире, теперь на них разъедутся и два встречных велосипеда. В городе начали создавать более совершенную велотрассу. Она проложена от пешеходного моста на заливе и проходит по центральным улицам города. Протяженность этого маршрута превышает 7 километров. Сейчас необходимо реконструировать самые проблемные участки. Работы уже начались. Дорожку надо сделать так, как на Западе, чтобы не было ступеней, чтобы были везде пандусы, причем очень пологие пандусы, чтобы не трясло на дорожке. Вот этим мы занимаемся. Был разработан проект, сразу все не делается. Проект вышел стоимостью 18 миллионов. Любители прокатиться с ветерком на своем пути не встретят преград. На этом участке строители прокладывают новый асфальт. Здесь вместо крутых лестниц установят пониженные пандусы. На Красной площади обычную разметку меняют на специальные бордюры. Работы идут по графику. Новую велотрассу в городе оборудуют уже до 15 июня. Но только одним 7-километровым замкнутым кольцом дело не ограничится для велосипедистов. В Чебоксарах будут создавать и другие трассы, по крайней мере, там, где это возможно. В городской администрации принято решение проектировать новые велодорожки при строительстве новых микрорайонов. Новая велотрасса городу необходима, говорят жители. Создавать эту сеть в Чебоксарах начали в прошлом году. На центральных улицах появились временные разметки. Сейчас столицы решили пойти по опыту Европы. Удобнее для пешеходов, чтобы пешехода там не сбить. Потому что сейчас по сторонам не смотрят. Там кто сзади едет, не знает. По дорожке едет, уже знает, что здесь велосипедист должен ездить. Я считаю, что нужно, конечно, развивать спорт, чтобы у нас, люди, был стимул свободное время проводить активно на отдыхе, на воздухе, на свежем. Ну что они сейчас, по дорогам едут, дети катаются. По дорогам может и под машину попасть. А по тротуарам, движениям, людям мешают так же. Ну, специальные дорожки, чтобы катались дети. Опыт прошлого года показал, что только после появления разметки количество несчастных случаев с участием велосипедистов в городе сократилось в разы. Новая трасса, говорят столичные чиновники, будет отвечать всем требованиям безопасности. Митрий Ковалев и Василий Алексеев. Республика. Любители железных коней побольше организовали мотопробег Чебоксара-Мариинский-Пасад. Байкеры Союза мотоциклистов Чуваши и Госавтоинспекция Республики посвятили его третьей глобальной неделе безопасности. Перед стартом колонны водителей мотоциклов написали свои пожелания участникам дорожного движения на мини-плакатах «Спасите детские жизни». В своих пожеланиях участники акции призывали всех соблюдать правила дорожного движения, быть взаимовежливыми друг к другу и просто быть добрее и терпимее на дорогах. Затем в сопровождении дорожно-патрульной службы колонна байкеров направилась в Морпосад, где приезд десятков мотоциклистов стал частью праздничных мероприятий, посвященных 70-летию Великой Победы. Чувашская республиканская организация инвалидов войны в Афганистане уже в восьмой раз организовала для школьников Чувашии поездку в Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков. Причем в этом году прибавилось еще два значительных повода. 70-летие Великой Победы и 75-летие Сызранского летного училища. Побывал там и наш корреспондент. В настоящее время Сызранский филиал военно-учебного научного центра Военно-воздушная академия имени профессора Жуковского и Гагарина единственное военное учебное заведение, которое готовит летные кадры для вертолетной авиации. В этом году поездка получилась массовой. Два комфортабельных автобуса едва вместили всех желающих. В число 95 представителей нашей делегации вошли старшеклассники Чебоксар, Новочебоксарска, Канаша, Шумерле, Чебоксарского, Канажского, Цивильского, Янтиковского, Шумуршинского, Урмарского и Козловского районов. Два дня будущие абитуриенты знакомились с преподавателями филиала, жизнью и бытом военных курсантов, и переночевали в настоящей казарме. Неподдельный интерес как у ребят, так и у сопровождающих вызвали полеты на вертолетных авиатренажерах в кабинах боевого вертолета Ми-24 и военно-транспортного Ми-8. Итак, наступает кульминационный момент нашей сегодняшней экскурсии. Нашей съемочной группе и ребятам разрешили побывать на аэродроме Троекуровка и своими глазами увидеть начало ночных полетов, которые начинаются в 19 часов. Сзади нас находится как раз аэродром, и вы своими глазами можете увидеть и услышать эту технику, в которой сейчас находятся курсанты летного училища. Бурю восторга у ребят вызвало каждое приближение бортов, отрабатывающих полеты по кругу, где, как ни на самом летном поле, откровенней получаются разговоры с отшедшими небес курсантами, только что отработавшими свою летную программу. Сейчас я летал пять кругов, выполнял. Самое главное – это полет по кругу, который выполняется. Взлет и посадка отрабатывается. Уже на пятом курсе нам осталось четыре месяца всего лишь. Это уже второй тип у нас идет, мы осваиваем. Первая поездка в Сызранский филиал состоялась в 2008 году. Сегодня один из ее участников, выпускник Алексей Васильев, служит на военной базе в Армении командиром экипажа вертолета. Многие авиаторы Чуваши – выпускники именно Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков. Среди них герой Российской Федерации, генерал-лейтенант Николай Гаврилов, а также организатор поездки, председатель Чувашской республиканской организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы инвалиды войны, кавалер Ордена Боевого Красного Знамени Геннадий Матвеев. Я считаю, что цели и задачи поставленные на ежегодные традиционные экскурсии мы выполнили. И благодаря командованию училища Александра Александровича Осанова мы, естественно, надеемся, что наше плодотворное сотрудничество будет продолжаться. Чувашские парни будут стремиться поступать в это училище. Надо отдать должное Чувашской республике, ее руководству и, наверное, лично Геннадию Петровичу Матвееву в этом плане, потому что он выпускник нашего училища. Ну, наверное, во многом на энтузиазме этого человека и на огромной поддержке руководителей республики вот это все стало возможно, потому что действительно эти встречи, они традиционные. В прошлом году 13 ребят из тех, кто побывали здесь на такой же экскурсии, стали курсантами училища. Год назад мы, как и чувашские ребята, приехавшие сегодня к нам на экскурсию, немного с завистью смотрели на казармы, на вертолеты, на курсантов. Ну и, наконец, сегодня мы тоже курсанты. Сбылась наша мечта, но к ней мы шли через упорный труд. Наше училище самое лучшее. Поступайте к нам, пацаны, и тогда сами поймете, сколько счастья в погонах на плечах. Курсанты получают ежемесячно две тысячи, проходящие службы по призыву. После заключения контракта минимальная сумма 10 тысяч составляет, и также различные надбавки за физическую подготовку, за учебу, за работу с секретными данными, за летную подготовку, и много различных надбавок. Огромное спасибо товарищу майору Матвееву и своему отцу, то, что они вдохновили меня сюда поступить, как летчики армейской авиации. Пожелать им крепкого здоровья и долгих лет. Спасибо вам, товарищи офицеры. Больше всего в Сызринском военном училище мне понравились военные тренажеры и Сызринский аэродром, на котором большое количество вертолётов. Вот что ты решил для себя? Я решил для себя, что Сызринское военное училище встаёт на одно из первых мест в выборе моей профессии. Организаторы поездки и руководство лётного училища надеются, что и в этом году ряды курсантов из Чувашии пополнятся. Уже во время экскурсии 30 выпускников республики изъявили желание поступить в Сызринское лётное. Родион Архипов, Владимир Егоров, Республика. Сохранение пригородных перевозок правительство Чувашии всегда считало приоритетной задачей. Ведь в радиусе 50 километров от столицы располагается большое количество дачных посёлков, куда в летний период устремляется немало горожан. Перевозки эти всегда были льготными, но в последние годы трудно решался вопрос выделения субсидий перевозчику. Как стало известно, сегодня многие вопросы урегулированы. Председатель правительства Иван Моторин и министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Филиппов встретились с генеральным директором ООО «Содружество» Иваном Беловым. Пригородная пассажирская компания «Содружество» переводит пассажиров на территории 9 регионов, включая Чувашию. Дело это накладное, полностью свои расходы перевозчик не окупает. Владимир Филиппов отметил, Министерство транспорта республики провело эффективную работу по урегулированию республиканской задолженности перед ООО «Содружество» за предыдущие годы. И теперь многие вопросы решены. По итогам встречи Минтранс Чувашии и ООО «Содружество» подписали соглашение о предоставлении субсидий из республиканской казны на компенсацию части потерь организациям железнодорожного транспорта в этом году. Защитили в 45-м, защитим и сейчас. Такой призыв разместили на чебоксарских автобусах сотрудники Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков в Чувашии. Это уже давняя и полезная традиция республиканских наркополицейских размещать номер телефона доверия на общественном транспорте. Жители звонят и как результат закрытые наркопритоны, задержанные торговцей зельем и сбереженные жизни. Хотелось бы обратиться к жителям нашей республики. Если у вас есть какая-либо информация, звоните к нам на телефон доверия 23 0100. Ни одна информация не останется без внимания. Возможно, благодаря вашему звонку будет спасена чья-то жизнь. Студенты Чувашии вновь готовятся принять участие в молодежном форуме Приволжского федерального округа Иволга. Сегодня начался отбор проектов. Какие новые идеи выдвинули потенциальные участники и по каким критериям будут отбираться работы, узнала наша съемочная группа. С 17 по 27 июня Мостряковские озера Самарской области вновь примут инициативную у молодежь, которая готова представить и защитить свои уникальные проекты. Каждая работа пройдет через конвейер. К такому методу оценивания ребят подготовили заранее. Ребята работают очень много по различным проектам. Но вообще социальное проектирование у нас сегодня очень на слуху. И мы работаем в этом направлении. И проектные школы проводим, и в вузах, и в образовательных организациях ведется работа. И каждый сам по себе студент старается работать в этом направлении тоже. Квота у нас, как и в прошлом году, остается 90 человек. Это организованный выезд на больших красивых автобусах, финансируют полностью за счет бюджетных средств. И я думаю, что эти 90 человек будут достойными представителями Чувашии. В этом году в качестве гостей на Иволку ожидают делегации из Аргентины и Швейцарии. Поэтому побывать на форуме будет вдвойне интереснее. Отсюда инноваторские работы участников, передвижные фото-выставки, необычные проекты по работе с инвалидами, с детьми и другие яркие идеи. В этом году я хочу поехать на Иволку с проектом «Диалог языков и культур» «Вливайся». Проект направлен на помощь в адаптации иностранных студентов, которые приезжают к нам на обучение из разных стран, в частности из Азии, путем создания интернациональных площадок. На площадках, конечно же, они будут встречаться с нашей молодежной средой Чувашской республики, они будут общаться, естественно, знакомиться своим языком. На региональном этапе отбора участники встретились с экспертами, которые оценивают актуальность, механизм реализации проекта, финансирование и результат проекта. Мы хотим написать не это, афигеться на историю. Также у нас будут денежные призы выписаться именно за первые, вторые, третьи, четвертые места. Всем остальным будет выдвинуть сертификаты об участии. И много будет выпущено сувенирной продукции. В качестве выставить планируется не менее 150 экземпляров на сам фотоальбом. Регистрация на молодежный форум «Иволга» продлена до 15 мая, поэтому есть время отправить свою заявку по любому из девяти направлений. Будь то «Арт-квадрат», «Инфопоток», «Инновационные технологии», «Малая Родина», «Беги за мной» или специальная смена в честь 70-летия победы «Патриот». Екатерина Абрамова, Александр Петров, Республика. На финишной прямой в Чебоксарах продолжают готовиться к европейскому чемпионату по легкой атлетике. Уже известно, что престижные соревнования будут обслуживать более 200 судей. Решаются и другие организационные вопросы, продолжаются работой и на стадионе. Спортивная арена должна соответствовать международным стандартам. Здесь побывали и гости из-за рубежа. Уже через месяц на этом стадионе закипят нешуточные спортивные страсти. Столица Республики впервые принимает Суперлигу командного чемпионата Европы по легкой атлетике. В Чебоксарах сразятся за медали сборные 12 стран. В ближайшее время станет известно, кто именно выступит за Россию на этом престижном турнире. А пока на Олимпийском продолжается ремонт. Грядущему чемпионату Европы стадион необходимо благоустроить. Здесь уже меняют старые кресла и покрытие беговых дорожек. До июня планируют полностью обновить и фасад. Подрядчики отмечают, работы будут выполнены в срок. Осмотреть спортивную арену в Чебоксары прибыли и члены телевизионной группы. За чемпионатом в прямом эфире будут наблюдать все европейские страны. Причем в республику приедет работать и большая бригада Центрального немецкого канала. Они приехали посмотреть, узговориться о технических параметрах, характеристиках, где поставить камеры, как взаимодействовать, чтобы не мешать друг другу, при этом чтобы вся Европа увидела не только соревнования, но и красоту города, красоту стадиона. И зрителей, собственно, тоже. В принципе, любая страна Европы, которая входит в соглашение с Евровидением, они могут запросить сигнал. У них только контрактами ограничивается. Конечно, в основном будут 12 стран смотреть, но в принципе любой зритель в любой стране Европы может посмотреть. В Олимпийском комитете страны сейчас формируют состав национальной команды. Заявки на участие в турнире уже подали золотые призеры зимнего чемпионата Европы в Праге Екатерина Конева и Елена Коробкина. Своё место сборной досрочно забронировала и чувашская легкоатлетка Анжелика Сидорова. Лидеры дали согласие, но практически все лидеры будут отбираться. Отбор будет происходить на двух стартах. Это команда чемпионата России, которая пройдет в конце мая в Сочи. И далее 6 июня пройдет на призе Печенкина и на соревнованиях в Ерено в Подмосковье. И на этих двух стартах будет сформирована команда сборная для выступления в Чебоксарах. Надеюсь, что у ребят все сложится в плане тренировок, в плане здоровья. И если все будет нормально, тренировочный процесс вроде пока идет нормально. Поэтому надеюсь, что будет выступление успешным. На домашнем чемпионате победить необходимо, отмечает главный тренер команды. В прошлом году турнир проходил в немецком городе Браундшвейк и золотыми призерами стали его хозяева. Россияне расположились на второй ступени пьедестала. В этот раз сборной страны настроены только на первое место. Я думаю, что будет очень интересно. Приедут сильнейшие европейские страны, будет честная борьба. Чебоксары всегда славились своими зрителями, своей поддержкой, поэтому приходите и болейте за нас. Но по итогам чемпионата Европы будут разыграны путевки и номеровый старт по легкой атлетике. В столице республики определятся первые кандидаты национальной команды. Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев и Расиль Мухаммедов. Республика. Такой стала среда глазами корреспондентов национального телевидения. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин